всем привет друзья орландо флорида сша вещает февраль 24 нахожусь короткие в интер мир это такой но один из самых богатых районов орландо здесь меншины от миллиона могут доходить до 100 и выше а городок где очень много закрытых за воротами комплексов с домами вот этим он привлекает многих кто любитель жить за воротами и здесь очень много колец что не характерно для америки традиционно в америке их не любят этих дорожных колец и не умеют их водить в общем здесь центр такой очень скромный у них на самом деле он никому не нужен то здесь в свой меншин приехали там тусите я хотел рассказать о как я его называю синдром задорного эти что это такое мы болеем им все вот этой таун холл мэрия старый колония он стал домик страшно сказать какого года так вот что можно сказать мы все помним задорного который поднялся на том что продолжил холодную принципы холодной войны обсирание и шутки и и подшучивания над американцами и под это понятие я могу любого практически человека который вырос в русскоговорящих странах но особенно в россии к ним причистите себя в том числе все равно это все как-то остается к людям страдающим этим синдромом можно очень смело отнести местных эмигрантов и вот именно больше с упором на это я расскажу об этом синдроме то есть грубо говоря это синдром не любви американцам и к американскому он может проявляться в каких-то крайних степенях так и в каких-то более легких в крайних допустим не встречались люди которые здесь живут там по 10 лет уже и тем не менее они могут говорить что вот я допустим я не кушаю вообще американскую еду я не покупаю продукты в американских магазинах я не общаюсь не дружу с американцами это вот их полиция здесь раньше вообще стояли mobile home и такие старенькие вот наконец-таки им построили участок тоже в каком-то колонии он стиле но что-то совсем какой-то баракообразный не знаю почему все так печально вот машины в основном этим синдромом страдают конечно новоприбывшие потому что для них все незнакомо они еще не знают что где что какие есть продукты какие лекарства и они прибегают к помощи русскоговорящего комьюнити магазинов барбер барбершопов стригутся а детей дают садике работают покупают машины и все и все такое то используются услугами именно русскоговорящих здесь городке весело по пятницам когда проводится farmers market здесь шикарные овощи лучшие помидоры можно найти и отличную замороженную рыбу и свежую рыбу привозят так вот а и вот кстати еще этот городок примечательны тем что тут даже вот от центра ты вот отходишь я ушел чтоб не так шумно было и вот сразу такие вот дорожки ну реально я не помню больше нигде такого плана вот сельского плана без бетона такие вот покатанные тропинки для как их правильно назвать я такого америке даже в самых деревнях не видел а вот казалось бы миллионные меншины район а вот прикалываются вот кстати под автобус высокий такой навес и традиционно рядом с любым даунтауном вот такого городка будут вот такие вот старые большие дома здесь дома многих звезд шакила нил здесь подавал заявку на покупку дома майкл джексон но ему ассоциация не разрешила потому что люди не захотели жить в чтоб над ними вертолеты летали папарацци так вот чем больше живешь тем конечно больше углубляешься в местную жизнь и больше узнаешь что все продукты есть все взаимозаменяемое и просто нужно смотреть искать узнавать и пробовать у меня была по приезду такая такой уговор что я беру каждый раз что-то новое в американском магазине неважно в азиатском в испанском дело в том что здесь все 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 магазины есть всех стран потому что это америка страна иммигрантов и вот что-то брать обязательно новая пусть не всегда это понравится пусть когда-то что-то выбросится но когда-то что-то и понравится и откроется новое здесь общественный парк с невероятными деревьями вот какой сказочный дом вообще красивен и сбоку гаражи но вот в интер мире очень мало таких усадеб именно открытых в основном все-таки повторюсь же здесь приоритет на ворота на закрытые участки очень мило так вот конечно чем дальше живешь тем больше узнаешь того но если ты открыт к этому что все взаимозаменяемое и все продукты вся сгущенка огурцы гречневая каша все это все это есть американских магазинах не нужно незачем никуда ехать я сейчас кстати выкладываю нот одновременно с этим видео в этот же период видео как раз таки о продуктах русских магазинах более подробно и вот мы подходим к озеру естественно какой городок без озер во флориде и уж тем более дорогой городок почему потому что о господи лабрадор сидит живой потому что каждая конечно каждая усадьба хочет свой выход к озеру свою лодку кататься на озере такая флоридская тема да тетечка валялась на кресле качалки а я тут шарахаюсь так вот и вот пожалуйста вот это все частные пирсы гаражи для лодок и это система озер это не одно озеро но одно из другого и вот там виднеется огромная церковь не помню приспителен или какая на холме она стоит очень красиво там такие сады шикарные и конечно на это ухари лухари краски ориентирована на вот этот район здесь рядом тоже района winter garden очень хорошая ну вот пожалуйста частные вот лодочки пирса и вот пожертвовали на лавочку и будет надпись в памяти кого допустим вы можете табличку повесить приходит наконец-таки жара во флориду я впервые спустя за несколько месяцев в шортах и майки без всяких рубашек кофт капусты класс мы намерзлись эта зима самая холодная на моей памяти вот с сентября как стало так учились то так и продолжается никак не отпустит сороки вороны опять же вот для такого богатого города очень все скромно вот такой парк но просто вот два на два с ржавыми котельками какими-то старыми лавочками вообще очень странно и вот интересно сделано внизу лодка наверху целая патио там можно столики ставить и делать наверху с видом на озеро ужины обеды и тусы вот про синдром задорного конечно им больше страдают люди в возрасте особенно те которые приехали в первых таких волнах эмиграции там вот конец восьмидесятых начало девяностых конечно они там и остались так сказать они не знают что и собственно страны снг этом как-то поменялись и они вот живут своей такой общностью своими комьюнити по типу брайтон бич или там саня с майами где они вот не выходят за рамки его допустим не учат язык многие которые даже если углубились в американскую жизнь и вообще там у них супер язык все равно любому человеку даже сильным английским будет удобнее и лучше и полезнее в каких-то серьезных вопросах обращаться и общаться на своем языке где допустим много терминов и можно потеряться то есть ну какие-то вопросы там я не знаю здоровья эмиграции сдавать налоги или что-то подобное где действительно много документов подводных камней то дети биражуют на твоем языке действительно это поле является полезным здесь частные самолеты летают здесь много аэропорт аэропортиков и таких малых для маленьких самолетов частных и здесь есть дома ну допустим как тот же дом траволты ну правда немножко севернее там в околе по моему но и здесь в этом районе тоже знаю что есть дома с где у вас частная взлетная полоса подходят к вашему дому либо есть вашим вот закрытом комьюнити под воротами и взлетная полоса для самолетов и есть дома здесь с огромными гаражами построенными для частных самолетов помимо лодок да вот на воде гаражи их но и в доме будут гаражи в размер в дома то и больше где вы паркуете свои автобусы путешествовать на них вертолеты и я видел дом где запарковано 4 вертолета автобус но я уже молчу о машинах вот он как катается на какой-то чудо машине просто на доске которая не знаю видно нет на зуме вот она над водой парит и он как на палке какой-то катается прикольно так еще немножко здесь побродим этим грязным дорожкам я в шоке конечно кстати многие местные ездят вот на вот этих гольфкарах по самому городку они электрические зачастую поэтому гараж тоже буквы г конечно много электрических машин но не знаю вот такая пылюка от этого песка не знаю почему здесь не сделают нормальный асфальт в чем прикол здесь такие дорогие тачки у народа всякие там ламборгини с низким клиренсом собака куда-то поехал какие здесь шикарные деревья старин старая вот пошел сезон цветения вот этих деревьев розовых тут попилили некрасиво его из-за проводов но вообще это шикарно вот каждый сезон что-то свое цветет желтые деревья розовые деревья потом магнолии с белыми цветами сказка просто вот как японская сакура про синдром задорного да я не говорю что опять же что это плохо хорошо я сам люблю в русские магазины ехать покупать какие-то продукты русские но я лишь говорю о том что порой все-таки люди излишне на этом концентрируются и считают что почему-то какая-то даже не любовь то есть они приезжают в эту страну но при этом открыто и и не любят говорят что ой все продукты плохие ой там я не знаю вода плохая они просто во дворе ставили ворота играют все плохое американцы плохие ну в основном конечно это люди которые не сталкивались с американцами которые допустим работают русскоговорящим комьюнити так могут судить так теннисные корты еще вспомнил в этом районе живет допустим тага вудс и здесь версаль есть дом он самый большой по площади в америке и в свое время был самым дорогим больше ста миллионов но сейчас его конечно уже опередили но по площади он по моему рекордсмен и его там я смотрел про него сериал королева версаль а ну это как типа а сборнов живое шоу муж ее владелец time share west gate of конечно ван дер мир для меня это вот город контрастов при миллионных меншинах закрытых меншинах он очень скромный даунтаун без каких-то fancy ресторанов без каких-то батиков которые обычно в богатых районах есть но вот тем не менее такая церковь интересная конусовидная круглая ну в итоге подытожу что до синдром задорного это такая то есть крайняя степень его может быть в непринятие к ненависти к отторжению всего американского даже теми иммигрантами которые здесь живут которые самовольно покинули свои страны но тем не менее и разного более легкого не экстремального такого проявления есть все таки этот синдром наверное в каждом даже иммигранте который приехал в америку все равно который будет тянуться своей культуре и это взять любых не только опять же русскоговорящих выходцев из латиностран азиатских европейских и каких только которые здесь живут что да ты смотришь вот магазинах все равно латиносы там берут свою еду ты смотришь там азиатов берут свою еду и это нормально так что вот так показал городок и рассказал немножко самоназываемом синдроме задорного все всем хорошего настроения пока пока